Мы подходим постепенно к самому вкусному. Самое вкусное это у нас андрогены, то есть когда я говорю про андрогены, я имею ввиду вообще всю группу, потому что часто люди, что им андрогены отличаются, это анаболиков, а это разные препараты, ну ты же слышал периодически, да, мне что-нибудь, напиши мне что-нибудь для сушки, я услышал вот этот вот суш, это вот этот вот, в конечном счете это все у нас идет модифицированный мужский половый гормон. Производный тестостерон. Производный тестостерон и соответственно каждый такой препарат как раз имеет как анаболическую, так и андрогенную составляющую. Вообще я слышал, что американцы даже не знают, что такое анаболики, андрогены, и у них и называются анаболикоандрогенные стероиды. Вот, ну давай свой топ, на твой взгляд, среди тех препаратов, которые в принципе ходят по СНГ, какие будут самые эффективные при наборе сырой мышечной массы, ну то есть в фазе набора, что лучше всего и почему ты так считаешь? Я не выделю какой-то определенный один препарат, потому что комбинация всегда будет априори лучше, чем использование какого-то препарата СОЛ. А почему? Потому что... Вызывает различные эффекты. При комбинировании, допустим, того же метана с тестостероном мы получим прирост массы гораздо лучше, чем если мы будем использовать подзем тестостерон. Был у меня где-то опыт, помнишь нашего друга Игоря Князева, межсезонные, начитавшись литературы, решили использовать большие дизем тестостерона СОЛ. Он колол с установлен, я колол там на грамм. Набрали, дай бог, если попал проект в грамм. Веса росли без вопросов, но перевозка мышц был не очень хорошим. В середине курса мне это все надоело, я добавил метан. Абсолютно. Ну, метан, по идее, он тебе каждый день давал дополнительное ровное количество гормонов, замечательно. А анекционы ты раз в неделю кололируешь? Нет, я стараюсь в течение недели. Регулятор пару раз, да? Да. Вот это, кстати, тоже модная фишка, мало кто делает, когда долгие эфиры часто ходят все-таки раз в неделю. Я тоже встречал информацию, что нужно короть именно медицинских чаще всяких источников, что это дает более ровный фон. Ты, наверное, этим руководствовался. Ну да. Мне не нравится, когда после этого момента высокая концентрация происходит, после однократной инъекции высокая концентрация в крови поднимается, и потом она начинает падать. Опять же, когда фон ровнее, у тебя организм не так стремится снизить этот фон. Ведь он же снижается за счет выработки белков, связывающих половинтермоны, за счет травматизации. Чем фон будет ниже и ровнее, тем меньше будут проблем. Ну вот тебе, пожалуйста, конкретно очень классная практическая рекомендация. Если ты используешь долгий эфир, пофиг, все равно ты его должен делить на более маленькие кусочки, но чаще колоть. У тебя будет более спокойно организм на это реагировать. Больше наберешь вообще. Конечно, все. Хорошо. А как же с оральными тогда? Как связано? Почему вдруг ты добавил оральные препараты? Просто до этого у меня всегда были схемы с использованием таблетивных форм структуры. И всегда я добивался хороших результатов. Но начитавшись каких-то советов, мы решили попробовать на одном тестостероне, получилось совсем не то. Если бы я один шел на эту схему, я бы, может быть, взбивнул бы это все на какое-то некачественное фармакологию. Но мой друг использовал совсем другие препараты структуры и получился такой же результат. То есть более-менее объективная информация? Да. Причем добавление таблетированной формулы, того же метамбристинолома, она сразу форсировала набор мышц. А если бы в этот компотик было бы добавлено еще что-то, то, может, было бы еще веселее? Возможно. Хорошо. Ну, давайте, ну, классическое, да, сочетание тестостерон-метан. Есть у нас достаточно много связок таких популярных. Вот одна из них, допустим, дека, намдролон плюс тот же метан. Есть у нас связки тестостерон, дека, метан, классика жанра. Есть у нас ОРТ, аммадролин, тестостерон, ретополил, ну, дека то же самое. Вот. Ну, какие, на твой взгляд, самые такие вот рабочие, по твоим наблюдениям, что ты смотрел, люди, спортсмены использовали во время массы набора. Что лучше всего цеплял, какие сочетания? Основу любого курса, более-менее подвинутого спортсмена, должен составлять тестостерон. Потому что все эти, он... Главный андроген наш. Да, он будет в большей степени обеспечивать восстановление организма после нагрузок. И уже к нему мы добавляем какие-то там сопутствующие препараты. Элины там, элины андролонные, и то, и другое. Моя любимая комбинация в последние годы была тестостерон, метангерстонолом и нандролом. Классика жанра. Ты представитель старой школы. И кроме того, это одна из самых дешевых комбинаций, на самом деле. То есть она самая проверенная, самая рабочая, самая дешевая. Очень многие приходят, новички, там, о, там, напишите мне курс, там, с это... С винстролом, там, с томозолом, там, со всякими какими-то редкими препаратами. И думают, что это даст грозу-то особенное. Абсолютно не должно быть вот этих перекосов. И тоже мне слышно наблюдать, когда у человека было там два-три курса. Он уже пытается в него запихнуть тренбаллон какой-нибудь. И что-нибудь такое подобное. Такого гуфлю должно. То есть, как я уже говорил, каждому препарату свое место. Внутри набалом считается массонаборный препарат. И силовики его хорошо шпигуют. Но это препарат абсолютно не для новичков. Это сильный, хороший препарат. Он дает отличные результаты. И его будешь оставлять на попозже. Потому что это какие-то заделы для роста в будущем. Да. Пока есть возможность прогрессировать на более простых препаратах. Менее сильных, точнее. Лучше использовать эти комбинации. Потому что добавить всегда можно успеть. Но уже с этих комбинаций ты не будешь набирать на более легких. Соответственно, получается, маячку же восьмой используют и меньшие дозировки. Чем дольше ты сохранишься на более простых препаратах и в меньшей дозировке, тем больше у тебя останется заделок на будущее, чтобы расти. Да. И для этого всегда нужно анализировать то, что с тобой происходит в ходе курса, либо в ходе курсов. Сколько прибавят. Сколько прибавят. Да, да, да. Как только ты видишь, что у тебя прибавки маленькие или их вообще нет, вот это как раз таки и является поводом для того, чтобы задуматься, стоит ли менять схему или там, стоит ли увеличить концентрацию дозировку. До этого момента, пока все идет хорошо, тестостерон метан или тестостерон нагролом, на начальных этапах тоже нагролом метан, они будут давать отличный результат. А что там у нас по дозировкам? Ну, я не говорю вообще про самый первый курс. Ну, скажем, человек неопытный. То есть вот он пользователь препаратов, там, первый год два. Вот основные препараты, которые он использует, это метан, это тестостерон, ну пусть будет какой-нибудь, я не знаю, давай рассмотрим и Нантат, и Сустан, по примеру. И ДЭКа, какие дозировки ему желательно… По каждому препарату? Да, по каждому препарату, сколько. Потому что в свое время были люди, которые… Старый был метан, еще по 5 мг, помнишь, там, по 5-6 таблеток люди поднимались, или хорошо прибавили. А были знакомые, которые или по 20 таблеток, там, были товарищи типа Криксина, которые, там, и по 30, и по 40, как мы их говорим. А он посмотрит, скажет, вранье. Вранье! Ну, хорошо, не будем называть фамилии, но были люди, которые однозначно больше 20, а тогда это сколько у нас по 5 мг, это у нас было больше 100 мг, примерно, да, Дианабол. Дианабол, метан, это все одно и то же, метандроскеналон, чтобы люди не запутались. То есть, очень разные дозировки, но по твоим наблюдениям… Я специально тебе не говорю, сколько в последнее время в мое окружение, там, ребята говорили, вот я столько, столько… Вот, чтобы объективная была информация, на твой взгляд, сколько, вот, к примеру, метана чаще всего новичку нужно в день. Скажем так, что если бы я расписывал курс какому-нибудь новичку, я, прежде всего, поинтересовался, какие у него были дозировки до этого и какие результаты он на эту дозировку получил. Хорошо, я новичок. Ты меня спрашиваешь. У меня был курс… 30 миллиграмм в день у меня было метана, я добавил с прошлого курса 6 килограммов. У меня был только один препарат метана. Хочу, вот моя цель, ну, хочу быть здоровым и страшным, как Халк, хочется 10 килограммов. Ну, ты же понимаешь, что 10 килограммов – это не 10 килограммов больше. Вот это вот, кстати, мало кто понимает, на самом деле. Возникает сразу вопрос, сколько потом останется. Но мы попозже про это говорим. Сырая масса, я понимаю, Серёж, да? То есть, вот, что бы ты посоветовал в такой ситуации? Скажем так, что если человек набрал 6 килограмм на 30 миллиграммов метана, почему бы его не повторить вновь? Самое простое решение, в общем-то, да. Если бы ты на этом курсе набрал всего 2 или 3 килограмма, я бы уже посоветовал бы сюда что-нибудь добавить. Инъекционное, скорее всего, да? Да. Хорошо. Допустим, я прошел 2 курса или 3, все они были сметаной. Вот на последнем курсе прирост был вообще минимальный. То есть, я добавил 2-3 килограмма несчастных. И потом с меня все слило, и я стал весить столько, сколько весил за курса. Хорошо. Добавляем тест, правильно? Либо, если парень молодой, добавляем андролом. Угу. А как же это гадик? Вот мне чаще приходится слышать это слово видеть в интернете, чем слышать от моих знакомых, кто пользуется андроломом. Угу. То есть, не так страшен черт, как его рисуют, на самом деле. Да. Как мне видится, что это больше проблема психологическая. Человек использует андролом, читает в интернете, что у него возникла такая проблема. И она у него возникает. Эффект плацезо такой у нас. У меня на практике была такая ситуация. Вот один знакомый еще в Москве, когда я жил в зале, мужичок такой, он лет 30 был, он женатый. Он вколол себе ритаболио на тот момент, 50 миллиграмм. Вколол вечером, а на следующий день на тренировке, говорит, у меня такие проблемы, говорит, у меня с женой не получилось. То есть, ну даже еще трое суток не прошло. Еще не начал работать препарат. Да, а у него уже возникла проблема, потому что начитался. Не отрицаю, что, возможно, существует такая проблема. Но не в том объеме, в котором ее пытаются показать обыватели. Я понял. Ну и кроме того, альтернативные же все равно решения существуют. Если ты используешь вместе с ДЭКой какие-то другие препараты, андрогин, они же все равно с этим как-то борются. Скажем так, посоветовав принимать новичку надролом сметану и не сказав, что надролом у него может возникнуть декадик. Вы ему поможете. У него будет все равно. Он добавит к своим скольким 2-3 килограммам и еще пару килограмм, и будет счастлив. А вот если вы ему скажете, что могут быть проблемы, он на следующий же день перебежит и скажет тренер, что делать. Просто ситуация достаточно такая интересная. До 2000 года у нас надролом использовался сплошь и рядом. Или это болел, когда везде продался 50 килограмм. В нормальных количествах и проблем у людей не было. До появления большого количества сайтов, посвященных теме стероидов в интернете, я не знал, что такая проблема есть. А потом появилось слово «декадик». Другое мнение тоже должно существовать для объективности. Но чаще всего новичку, сегодня я крепшая психика, лучше этого не знать. Хорошо, хорошо. Дозировки. Значит, будем говорить о том, что человек, которому я советую, правильно питается. Хорошо тренируется. Ну, не чайник, в общем, у него все там расписано. Стоит вопрос только. То есть, при всех правильных прочих дозировки, какие бы я прописал. Ну, опять же, я говорю, я бы ориентировался на предыдущий опыт, но если брать какие-то средние величины, наверное, метан 30 миллиграмм вполне должно хватить. Поставили бы. Мандролон от 200 миллиграмм, наверное, в неделю. Опять же, смотря сколько весит человек. Ну, тестостерон 500 миллиграмм в неделю должно хватить. Это у нас, если идет метан плюс дека, ну, два будет препарата на курсе. То есть, если метан плюс дека, метана 30 миллиграмм, 200-200, а если у нас идет метан плюс тест, тоже 30 миллиграмм плюс 500. Ну, да. То есть, либо есть тестостеронный пропионат, то там можно использовать чуть меньшую концентрацию. По сотке через день вполне. Ну, через день ты считаешь нормально? Там что у нас с пиком появится? Он же будет очень короткий график. Не получается, чтобы качели? Немножко получается, но, тем не менее, через день оно будет приемлемо, и человек будет прогрессироваться достаточно хорошо. То есть, если долго длинная эфира, там, менантат с установленным, я бы использовал 500 миллиграмм, пропионат ради 300. Ну, по поводу побочек андрогенов большинство, в общем-то, людей уже слышали. Одна из основных, наверное, побочек – это ароматизация, которая может начаться. Что с этим делать? То есть, нам имеет смысл проверон с самого начала для подстраховки кушать? Нет. Или это ограничит наши достижения в плане роста, не стоит? Моё видение этой проблемы, что вот эти препараты, которые помогают бороться с ароматизацией, они должны использоваться тогда, когда эта проблема появляется. Потому что использование толщином дролона и проверона, они будут тормозить прогресс. Почему? Вот, кстати, многие знают, что ароматизация нужна, что нужно какое-то количество эстрогенов для роста. А почему без этого нет максимального природа? Если мы блокируем дополнительное количество прогестерона, дополнительное количество эстрогенов, и когда у нас большое количество андрогенов при всём при этом, почему при такой ситуации, при такой диспропорции всё-таки прогресс не такой? Как-то абсолютно точно и уверенно я не отвечу на этот вопрос. Просто замечено мной, что когда используешь препараты, которые ароматизируются, и результат анализа говорят, что в крови присутствует слегка завышенная концентрация эстрогенных прогестеронов, ты набираешь гораздо легче и риск травмироваться намного ниже. У меня все из моих знакомых… Суставчики смазывают водичкой, да? Все из моих знакомых, кто рвался на тренировках, они рвались как раз-таки на препаратах, которые не ароматизируются. На том же венстроле сканазовали. Ну, венстрол вообще, говорит, обезвоживает суставную сумму, то есть это такой препарат весьма опасный, особенно для новичков. Он говорит, я хочу быть сухим, как этот ван-дам. Ну, для новичков, может быть, он и неплох, в том плане, что опять же, веса небольшие, и он не нанесет такого вреда для своих существов. Но когда веса уже запредельные, то с этим препаратом нужно обращаться осторожно. Так вот, когда концентрация эстрогенов и прогестерона слегка завышена, набирать приятнее. Тебе более комфортно тренироваться, потому что не так болят связки суставов, набираешь объем их гораздо лучше. Соответственно, когда ты блокируешь ароматизацию полностью, ты рискуешь и в плане прогресса, и в плане суставов. Ну да. Плюс есть одно исследование, ну и одно, там, целый ряд исследований, которые говорят о том, что при использовании ладексу, тот же тамоксифел, вырабатывается меньше инсленоподобного фактора роста. Опять же, используя ПРОВЕРОН, ПРОВЕРОН это тот же андроген, мы вводим в систему дополнительно андроген, который имеет меньшую анаболическую активность, чем те препараты, которые у нас идут в стеки. Он будет конкурентно... Будет снижать эффективность, в общем, препаратов наших анаболических. Да, да, да. То есть он будет конкурировать за взаимодействие с рецепторами. Ну, в целом, человек будет иметь более жесткое телосложение. Вот как раз таки для этого место этому препарату перед снижением, но не вновь. Перед фотосессией. Перед фотосессией. Очень многие, кстати, я слышал там звезды Холливуда, модели используют ПРОВЕРОН именно для придания дополнительной жесткости перед съемкой. Как она на самом деле, вряд ли известна по стороне людей. Да, да, да. Смотри, какая она классная. Это не всегда фотошоп. Часто это препараты. Да. Но, вот повторюсь, что в межсезонные эти препараты должны использоваться тогда, когда есть проблема с ароматизацией. То есть человек чувствует, что наступает гинекомастия, тогда их как раз таки не нужно использовать. Да, дружище, но если уже гинекомастия началась у человека, то ПРОВЕРОН тут не подойдет. ПРОВЕРОН, потому что он блокирует ароматизацию. Если уже у него есть в системе эстрогена, то будет нужен налводекс, там там оксифен, правильно? ПРОВЕРОН в этом плане как бы вообще не пляшет. Но, в любом случае, у тебя же гинекомастия не наступает одномоментно, что у тебя поднялась концентрация астралии. Ты чувствуешь, видишь водянистое телосложение, видишь отложение в немножко местах жира, и только потом у тебя начинается звук соска, такая симптоматика. То есть, когда вот эти симптомы появляются, когда как раз какие-то есть предпосылки используют эти препараты? Угу. Но они, хорошо, я понял с ПРОВЕРОНом, это андрогеном снижает активность наших сильных анаболиков, которые мы используем. Если мы используем такие препараты, как там оксифен, ладек, кластирпидит, ну это все, там одна и та же группа. Антиэстрогенные, в общем, препараты, они, получается, тоже снижают эффективность. За счет других механизмов. За счет других механизмов. За счет того, что это снижает количество астрогена. Вернее, снижают возможность эстрогена работать, получается так. Эстроген-то у нас есть. С одной стороны, и с другой, как я уже говорил, снижается выработка инсулиноподобного фактора роста. А, вот очень интересный фактор. А инсулиноподобный фактор роста, многие говорят, что за счет него, в общем-то, работает гормон. Вернее. Ну, отчасти, а последовательно им. Но существует же и другим. Ты вообще что-то слышал? Последняя очень новая фигня. Механический фактор роста. Ну, пептиды. Пептиды сейчас очень модные вообще в Штатах. Там все фанатеют пептиды, пептиды. Это гормоны будущего, допинги будущего. Вот, типа, за ними весь будущий спорт. Если мы не говорим про генные допинги различные. Что-то вообще известно. Я, честно говоря, пробовал недавно механический фактор роста. Я его, видно, очень мало пробовал. Ну, в той дозировке, которую чаще всего предлагают. Сколько там микрограммов. Ладно, не буду брать, чтобы не запутать. Ну, в общем, я ничего, честно говоря, особо не почувствовал. Ну, может быть, такой минимум, что... Твое какое-то видение есть на этот счет? Может быть, нужно просто очень большой дозировки колоть? Честно говоря, пока что у меня мало информации на этот счет. Всю жизнь люди пытались найти волшебную пилюлю. Ну, да. Одно время, если ты помнишь, у нас был приводной журнал «Флекс», там была статья, которая называлась «Инсулин-бомба». «Да, да, да. И я читал и думал, вот оно, за счет вот этого ты станешь... А помнишь это пример, ЭГЕ-ГФ-1, все там вот эти вот все были? Да, да, да. «О, вы препарат, все...» Я попробовал «Инсулин». Да, он добавляет, но не так, как расписывалось в статье. Поэтому я не верю в какие-то чудесные пилюли. Если он и будет работать с механическим фактором роста, то вряд ли с помощью этого препарата ты превратишься в филкхита. Сейчас трензий филкхит, конечно, красавчик. Я понял, никаких волшебных периодов. Касательно механического фактора роста, однозначно ответа я не дам. Вроде бы как читаешь отзывы, что вроде бы как работает, а вроде бы как не работает. То есть однозначно обвинение. Если касательно гормона роста, и речь идет о настоящем гормоне роста, здесь все однозначно. Препарат работает. Бетангростеналон работает, инсулин работает. Проверены. Три кита. Да, но на самом деле так и есть. Это три таких группы препаратов, которые уже проверены самыми лучшими волшебными, так сказать. Слушай, а я вот еще достаточно четко для себя не определил положение, как связаны между собой гормон роста и инсулиноподобный фактор роста. Вот часто говорят, вот я видел даже курсы, люди колят одновременно гормон роста и всякие пиктивные гормоны, в том числе один из основных это инсулиноподобный фактор роста. Статья была в флексе, помнишь, там 10 лет назад. GF1 типа. Теперь все поменяются. Сейчас, начнем, выключу. О, блин. Киев на связи. Не дают расслабиться. Вот. Ну, то есть, и как бы хотелось разобраться все-таки, насколько они связаны. Имеет ли вот смысл человеку покупать инсулиноподобный фактор роста? Вообще его можно ли купить? Потому что я на практике куплю не стал. Он можно, он продается. Дело в том, что когда происходит инъекция гормона роста, либо вырабатывается, собственно, гормон роста, одни механизмы его работы опосредованы выработкой инсулиноподобного фактора роста. Один из механизмов? Один из механизмов, да. То есть, гормон роста заставляет какие-то определенные органы, например, печень, продуцировать инсулиноподобный фактор. И свои эффекты он реализует через этот гормон. Вводя извне, то есть, делав инъекция инсулиноподобный фактор роста, мы как раз таки воспроизводим те эффекты, которые гормон роста проявляет опосредованно этот гормон. Насколько он вообще эффективен для него? Здесь тоже не все однозначно. Вроде бы как препарат работает. Мне не доводилось его пробовать, но отзывы от людей, мнениям, которым я доверяю, препарат работает, но тоже без всякого волшебства. Ну понятно, но его только с гормоном роста, с ОЛО? Используют, ну тоже есть различные схемы, ну мне доводилось видеть различные схемы и с гормоном роста, и отдельно. Что я знаю по его использованию, что его ставят локально в какие-то брезвенные группы мажет. Ну пептиды, как пептиды, в общем-то, рекомендуют использовать. Ну судим-то и под кожу ставят. Ну судим тоже же пептиды. Мне тоже. Не, я, честно говоря, не вникал в эти подобные схемы. Хорошо, хорошо. С этим, конечно, непонятно, но я думаю большинству это и не понадобится. Потому что редко кто использует целеноподобный фактор роста. Вообще редко кто знает даже об этом. Ну мое мнение, что владить вот такие вот дебри стоит человеку, который ставит свои цели выступать на соревнованиях. Ну нас смотрит очень много людей, которые выступают на соревнованиях, поэтому было бы интересно. Ну периодически пишут, ребята там выступают национально даже в чемпионатах. А информации реально вообще нет. Особенно, что кто-то толково что-то разносит. Ну ты же знаешь эту ситуацию. Найдется какой-нибудь домороченный тренер, он там начинает такие вещи расписывать. Ну да, приходится иногда общаться с людьми, которые себя причитают. Гуру, мега-гуру. А можешь пару таких забавных историй? Ну без фамилий просто что-то наворотил. Я помню, мы еще когда выступали на чемпионате сборной, приезжали, там девочка была по фитнесу выступала. А у нее тренерша была достаточно известная женщина, чемпионка страны и все такое прочее. И мы так сидим, и она рассказывает, как она готовилась к соревнованиям. Она говорит, ну я вот уже, я сушусь месяц. А в чем заключается сушка? Ну она, короче, месяц на дистиллированной воде и мочегунке. Ты слышал такую историю? Слышал такую историю? На фуросимиде. Да, да, да. На фуросимиде сушусь. Мы такие на нее, бедные, как же ты еще жива до сих пор. Вот каких-нибудь парочку таких? Ну такого, чтобы заполнить, я вряд ли сразу воспроизведу. Ну что-то по дозировкам там какие-то, у нас часто бывает. По дозировкам бывало то, что от определенных тренеров я слышу такую схему, как-то принимают метан, дробя его там на четвертинке. Нормальная тема. Ты же сам говорил, ровный фон должен быть. Да. В один день 1,75 соток таблетки метана, в другой день пол таблетки метана. В чем заключается секрет такой схемы или не понятие? Ну циферки, они создают впечатление очень высокой научности, понимаешь? Дробные, дробные. Все посчитано, все учитано. Высокомаучный подход. Слушай, а что ты думаешь по поводу кальция и по поводу использования? Мы про мочебунку заговорили, про различные препараты. Я просто знаю, что ты говорил Фидей Вседых. Я знаю, что Фидей очень скрупулезно относится к этому вопросу. Очень скрупулезно. То есть он очень хорошо разбирается в вопросах использования вот этих препаратов для нормализации водяного баланса, солевого баланса. И почему-то очень многие люди сейчас, даже выступающие спортсмены, не придают этому должного внимания. А это в принципе и дает тот пергаментный рельеф самый качественный перед соревнованием. Вот ты что-то можешь по этому поводу сказать, прокомментировать? Ну скажу, что продолжительное время и до сих пор меня консультируют и помогают по подготовкам один из учеников Фидей Вседых, это Дима Кушко. С его подачи в период слива воды я использовал микроэлементы, но именно для того, чтобы оккупировать их недостаток. То есть для того, чтобы снизить вероятность возникновения судорог. До того, как я это начал делать, у меня на сцене после ночи будет скрутило всего. Сходило ладони, столбни, пресс. Подождите, это очень интересно. У меня тоже пустого ладони. А на браке в чем это выражается? Выражается что? Схема использования примерно какая. То есть ты там за неделю что-то используешь. То есть тогда, когда начинается прием мицеллированной воды, ты начинаешь вводить калий, калий-флорид, допустим, кальций, магний. Для того, чтобы у тебя были нужны элементы, чтобы тебе не было плохо. Чтобы не было судорога, да. То есть ты восполняешь свои траты и в то же время сохраняешь их. И как раз таки, вот именно при использовании вот этих препаратов, ты на сцене чувствуешь себя более-менее комфортно в том плане, что тебя не скручивает. То есть ты можешь использовать достаточно мощную комбинацию мочегонных препаратов, но где там... Они используются именно в комбинации. То есть, ну я слышал, там, триамфур лучше сушит ноги, там, веро шперон лучше сушит вверх, вот такого плана. Это... Схем по мочегонке тоже огромное-огромное количество. Мне очень понравилась схема. Я ее прочитал у покойного гору Дэна Блютчейна. Оу, ну это классик жанр. У него он был приверженцем кратковременно и мощное использование мочегонных препаратов. То есть загрузка углеводов шла при использовании соли, то есть натрия. Но за день до соревнований использовались достаточно мощные препараты. И внешний вид уже корректировался внутривенно использованием фруссинида. Ага. По ихему лазексу. Ага. Ну да, это да. И интересный момент, что у него в схеме, когда ты сидишь уже на мочегонке, им было подсчитано, ну либо просто, или ты взял эти данные, что с определенным количеством мочей выходит определенное количество микроэлементов. И ты примерно представляешь, сколько ты слил и эквивалентное количество. Сколько ты получил, сколько слил, ты в общем можешь манипулировать для того, чтобы достигнуть рельефа. Используя эту схему, в 2009 году я был очень сухим и на сцене откорректировал свое состояние качество мышц фруссинида. Ты знаешь, что это очень сильный препарат. Вообще не один из самых жестких. Да. То есть он использовался внутривенно мой. Я не почувствовал ни одной судороги. То есть я был сухой, наполненный и при этом не просто. Сохранил хорошее самочувствие. Ну, а на самом деле для меня приемы очагового препарата достаточно такая острая и больная тема, потому что это искусство. То есть здесь же нужно слить максимальное количество воды и при этом сохранить какую-то наполненность мышц. Что-то делаешь не так, как ты выглядишь сухим, но плоским. Либо не сливаешься, ты выглядишь большим, но залитым. Но залитым. И вот это постоянно... Ну, нужно очень хорошо изучить свой организм, изучить, что и как на тебя влияет и постоянно пробовать. И вести дни в них записывать все это дело. Да, абсолютно. Точно. То есть уже есть какие-то мысли по поводу ночеводки и в будущем сезоне я хочу их опробовать. Но пока что вот однозначно вот видение этого вопроса у меня нет. Да его в принципе и не может быть, потому что каждый человек индивидуальный. На одного там 20 миллиграмм по одному повлияет, на другого совсем по другому. Потому что все люди разные. Ну, интересная такая анаболический хардкор такой у нас получился. Напоследок хочется тогда узнать твое мнение по поводу мнения общественного, так сказать. По поводу всех тех негативных отзывов, которые часто можно услышать по поводу использования химии, по поводу использования гормонов. Буквально вчера я был на дне рождения, товарищ рассказывал, и у меня один сосед по столу в крайней степени алкогольного опьянения подошел и начал рассказать. Вот ты знаешь, а вот у меня был друг, который вот тут кололся, и он мне было очень плохо, очень плохо. Я его потом вылечил, отвез домой, но он снова потом кололся, очень плохо в горах. Ну, то есть в обществе однозначно почему-то сложился такой стереотип, что использование гормонов – это плохо. И вообще уникальная ситуация, почему-то не все в гормонах. Почему-то мы можем пойти в аптеку, у нас просто на постсоветском пространстве законодательства очень разные. В каких-то регионах, откровенно говоря, гормональные препараты приравнены чуть ли не к наркотическим, и людей могут посадить в их использовании. В каких-то регионах они свободно продаются. Во всяком случае, многие из них свободно продаются. И если мы говорим об андрогенах, да, о мужских половых гормонах, их чаще всего сложнее купить, чем, допустим, эстрогены в тех же аптеках. Ну, эстрогены никто почему-то не запрещает. Иди покупай тогда. Дексаметазон. Да, да, да. Это уже гормон продается от собой. Почему? Почему общество, почему многие люди так негативно относятся, учитывая тот факт, что вот многие мы спортсмены, которые через себя пропускали это, и мы очень многих знаем, которые пользуются, давно пользуются в больших количествах, и видим, что объективно вреда нет. либо он, ну, я говорю, либо он какой-то минимальный, но на самом деле я, наверное, лукавый, потому что я вообще не вижу вреда, по большому счету, хоть сколько-нибудь существенного у тех людей, которые регулярно используют. Почему сложилась такая ситуация, что вот люди, общественность ненавидит, так сказать, ну или во всяком случае негативно оценивает использование гормонов мужских, будем говорить про мужские как самые распространенные. Вначале скажу про общественность, то есть людей, которые нас окружают. Как мне делится эта ситуация? Человек, который использует стероиды, он выглядит несколько иначе, чем окружающая большинство. Вы, наверное, заметили, что Сереженька наш выглядит несколько иначе, чем окружающая большинство. Как на тебя реагировали на кафедре, когда ты решил преподавать биохимию? Они так реагируют на меня, посетители тренажерного зала. На вы шепотом. Когда Сережа дает задание на лабораторонную работу, люди боятся плохо написать это задание. Но окружение? Когда человек выглядит иначе, чем остальные, он вызывает какие-то определенные эмоции. Не всегда эти эмоции положительные. Типа, что вот он такой здоровый. Зависть там какие-то. Как мне кажется. Либо зависть, либо попытка оправдать свои недостатки какие-то. Вот он бухает, а тот не бухает. Но зато он здоровый и химик умрет, значит, скоро. Ситуация. Идет парень с девушкой. Парень не очень хорошей внешности, как брюкши. Девушка рядом. И тут идет качок. Девушка смотрит на этого качка. Ну, ему же, наверняка, будет неприятно что-то нас смотреть на него. Если надо, значит, этому человеку приписать какие-то негативные качества. Ничего страшного, что он такой здоровый. Зато он весь там больной. Да. И с проблемами. И с проблемами. То есть, мне проблема видится таким образом. Вторая причина, как мне кажется, это недостаток информации. Много средств массовой информации как раз таки эмоциируют тему повредества. И потому что это интереснее. Смерть, кровь. Это же интереснее. Это рейтинги лучше, наверное, соберет, чем там все нормально, хорошо человек себя чувствует. Да. И когда у человека нет вообще информации по этому поводу, приходится видеть картинку по телевизору или в интернете прочитать, что вот такой-то спортсмен использовал эти препараты, вот он умер. И там вот у него там перестали функционировать органы, конечно, формируется какое-то мнение негативное. Почему реагирует негативно на это государство так, тоже немножко непонятная ситуация. Ведь государство занимается тем, что продает алкогольную продукцию, которая оказывает вред для здоровья в миллионы раз больше, чем могут потенциально оказать стероиды. У нас тут говорили о этой проблеме, я сказал, что у меня в моем доме огромное количество людей пострадали от алкоголя. И ни одного, которым пострадал бы от химии. Это и проблемы со здоровьем, и проблемы с семьей, с окружающими от стероидов. Ни один человек, которого я знаю, использующий стероиды, не пострадал от этих препаратов. Скажу более, что, будучи несколько лет подряд членом национальной сборной по воде Дельфинбург, я проходил регулярные медицинские обследования с паштановыми диспансерами. Все нормально. Все нормально. Чуваки, все нормально. Я понял, я понял. Но, тем не менее, видишь, очень-очень много людей начинают придумывать какие-то страшилки, печень отвалится, видишь импотентов. Но эту проблему тоже нельзя не брать во внимание. Ведь принимать правильные препараты и принимать бездумно – это две большие разницы. Человек, услышав, если он не очень ладит с головой, услышав то, что инсулин хорошо помогает растить мышцы, и уколов 100 единиц… Достиг гиппо и умер, да? Да даже он воды 7 литров человек выпит и умрет. Сдуру можно и писью сломать. То есть, если препараты принимать осмысленно и тем более под контролем специалиста, все гипотетические проблемы можно свести к минимуму. Ну и, кроме того, у нас есть еще геронтология. А геронтологи у нас что советуют старости дедушкам и бармонам? Они действительно терапии. Как же так, Сережа, они же почти одной ногой на том свете. А им тут такие гадости, гормоны. Они же тогда сразу должны умирать. Почему? Неужели государство хочет, что бабушки и дедушки быстрее умирали? Почему так происходит? У меня нет ответа на этот вопрос. Ну, то есть, очень многие знают, что один из основных способов лечения престарелых людей, когда у них уже дисфункция собственных желез, это заменительная терапия. То есть, им ходят андрогены, ходят гормоны роста и люди проживают вторую молодость. Даже если продолжительность жизни их не увеличивается, улучшается качество их жизни. Да, то есть, дедушка снова может залезть на бабушку. Да, даже если рассматривать другой аспект, как интерес к жизни. То есть, когда человек на фоне собственного нескольких стерона начинает использовать какие-то препараты, он становится более активным. То есть, его опять начинают интересовать те вещи, которые уже... Хочет когда-то съездить, что-то почитать. Он больше интересуется жизнью. Да. Потому что многие, во всяком случае, последнюю сотню лет, еще в начале века, многие пытались найти какое-то универсальное средство для того, чтобы вернуть молодость, эликсир, жизнь и так далее. И все вот эти вот исследования, в конечном счете, приводили к гормонам. То есть, все равно... Да, ведь функционирование нашего мозга, оно тоже отчасти обусловлено наличием тех или иных гормонов в крае. То есть, наше поведение, наше ментальное состояние, оно будет зависеть от того, что ты со стороны. Если мало, то ты такой будешь. Получеловек. Если много, то два человека. Хорошо, как бы выпуск у нас получился такой достаточно интересный. Я надеюсь, нашим слушателям он понравится. Спасибо Сереже. Я уверен, что захотят продолжения, потому что очень мало объективной информации. Тем более, очень мало объективной информации на высоком, так сказать, научном уровне. То есть, вы заметили, я сегодня много раз Сереже задавал такие прямые вопросы, на которые другой бы сказал, да, конечно или нет. А он тебе говорит, ну у меня такой вот, вот по этому вопросу, у меня нет точной информации. Вот, вот такой вот анаболический хардкор. Спасибо тебе. Я думаю, периодически мы будем продолжать подобные темы. Всё, Серёга, можно теперь спокойно пить, говорить о чем-нибудь таком, что я не могу выпустить. То есть, ты езжу стараться? Давай, я глухню.